Процессор Intel Core i5 с технологией Turbo Boost Партнер турнира компания Western Digital Эээ, вот этого делать не стоило Почему? Вот такая прибавка мощности нам и нужна Парни, это 5 Процессор Intel Core i5 с технологией Turbo Boost Ну что ж, друзья, матчи Intel Challenge продолжаются И у нас сегодня очень интересная игра Инкогнито против команды Хуча Против новой команды Хуча Команды под названием USR Студия Капитарина ТВ Тафа И у нас уже вот как раз начало игры, друзья Очень интересно, а как же сегодня себя покажут USR, Хуч, Майс, Хакер, Эвил и Мунер Они сейчас, конечно, будут бороться за то, чтобы попасть в топ Чтобы попасть в топ-6 и пройти на лан-финал Но задача не самая простая Потому что вот в очередной раз изменился состав Хуч, по-моему, за сезон уже две команды поменял так точно И трудно будет сказать, кто, не знаю, кто остановит сейчас злого Хуча Который, я думаю, готов бороться за команду USR И вот в новом составе показывать результат Я вот уже видел, что Хуч писал какой-то новый клан-тек Точнее, не клан-тека какого-то спонсора Вот тут на разминке Возможно, у команды что-то будет налаживаться в последнее время Ну и, друзья, что могу вам сказать еще интересного По поводу сегодняшних трансляций У нас сегодня два матча В следующем матче DTS играют с датчанами Сейчас дело немножечко потише Хотя, наверное, в принципе, нормально Так вот Будет очень интересная игра И посмотрим, смогут ли DTS побороться с командой из Дании И бороться там нужно серьезно Потому что DTS сейчас, я думаю, будут выживать Выживать в чемпионате И как-то бороться за то, чтобы не вылететь из Суперкубка Потому что последние две команды, по-моему, у нас вылетают Может быть, даже больше Подробности будут известны чуть-чуть попозже Ну, сейчас посмотрим за вот этим раундом Наверное, перед этим посмотрим, наверное, на наш чат Друзья, не забывайте наш чат в группе Steam Киберарена ТВ Наш РЦ-канал Сиберарена ТВ на Quake.net Подключайтесь туда Ну и вот Мощная команда из России и УССР Команда, которая сможет стать, в принципе Возможно даже и бороться на равных с топом Потому что состав позволяет Добавили там молодых игроков Здесь Хуч на опыте Мунер отлично играет Эвил, великолепный игрок Да и Хакер и Майс не отстают Тут команда серьезная Инкогнито, вот не так давно, по-моему, на прошлой неделе Ну, точно, последние 10 дней Они доказали, что они лучшая команда Латвии И то, что они сильнее, чем Эскалейт И вообще неплохо вроде бы, как идут Инкогнито Но вот, наверное, мы после матча с вами еще раз заглянем на таблицу И тогда уже, в принципе, представим себе, наверное, какие команды Вот основные фавориты на звание ТОП-6 и на выход Выход в плей-офф Так, ну вот, на самом деле, я сейчас пытаюсь, друзья, читать Нашу группу в чате Ну, что-то мне, наверное, видимо, переподключиться нужно Давайте посмотрим за выходом на Б Здесь, кстати, Хуч сделал очень хороший минус Хороший фейк, сыграли Инкогнито И вот сейчас, друзья, смотрим за тем, как будет выбиваться Б Минус от Рейтера с ВП Ого Ну и смотрим за Эвилом Смотрим за Эвилом Он вообще сейчас может перехватить в Тэшке Здесь Гекканса Ой, не слышит, не слышит Сейчас получит, да, минус от Гекканса И, наверное, нужно сейвить Нужно сейвить советским Нужно сейвить ЮССР И, по-моему, они, да, решают уйти Хакер Хуч уходит в мидл Побаиваются, вот Хуч контролит Гекканса Который был в нижней Тэшке И ушли, ушли три игрока на сейв Первый раунд для команды Инкогнито Ну, в принципе, борьба может получиться в этой игре Я не говорю, что Инкогнито там намного хуже играют Они тоже очень хорошая команда И, в принципе, могут побороться Тут просто вот даст, даст хорошо обычно У команды получается У той команды, за которую играет Митя Хуч Поэтому, ну, посмотрим Времени, конечно, мало было у ЮССР И трудно сказать, что у них там будет получаться В ближайшее время Так, ну и самое главное, что, наверное, сейчас делаю Это я перезайду в Steam Потому что я не вижу, если честно, ваших сообщений Вот выход на длину в пользу Инкогнито Это Хуч дал один минус И сразу потеряли и Хуча, и Хакера ЮССР Втроем остаются Мунер, Майс и Эвил Посмотрите, что они будут сейчас делать Инкогнито пока что стоят по позициям Нет, пошли, врываются в центр на Эвила Здесь дымы, Эвил видит дым... Ого, Мунер! Нет, это был не Эвил, друзья Это был ЕВК, извините, перепутал Ники ЕВК, Эвил выходил с парыча А Мунер просто вышел на морозе И смотрите, что делает Майс Он в Т-шке, один уже игрок на Б Он видит двоих слева А Мунер не знает о том, что на Б уже есть Кто-то, КРМ в данный момент Ой-ой-ой, ну топчется, топчется Мунер должен слышать Уходят по Т-шке с плантом игроки Эвил перехватывает О боже, операция перехват от ЮССР Сейчас глянем, что... Неаккуратно, ну фух, повезло Не попал, не попал АВП в него, двое на РСП игроков А то двое, вот не ожидал Чего Эвил, но он жив Ему сегодня просто везет Просто жестко везет Хотя вот мы видим, прыгнуло ХЛТВ Крямба, КРМ, он просто разорвал всех И это 3-2 инкогнито берут второй раунд Интересно Развиваются события Вообще-таки интересные у нас самые первые раунды пошли Ну и 3-2 в пользу команды ЮСССР В принципе, что я вам могу сказать Играют парни Вполне неплохо Пока что обе команды Но кто-то должен сегодня быть сильнее Мы узнаем, кто это Майс пойдет в Т-шку Майс пойдет в Т-шку И повезло, что, наверное, КРМу, что он пересел Вот если бы он остался стоя То получил бы точно по голове Еще есть парочка диглов Есть УСП у хакера По дефолту стоят инкогнито Ну и КРМ, смотрим Его сейчас зажмут в Т-шке Нет, 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 нет Здесь с парочью помогают Точнее, за зеленого помогают Принимать пароч Мидл смотрится Ну и остался один мундер Наверное, этот 3-3 Да не, наверное, а точно Как жмет здесь Люто жмет Так, здесь какой-то запрос у меня был, друзья Сейчас я приму Быстро Ну, привет, ты будешь сегодня стримить Наверное, да Наверное, да Минус от Игрока инкогнито Да, так и случилось, друзья У нас ничейный счет Я вот сейчас попадаю в наш чат Надеюсь, что он у меня будет отображаться Потому что у меня вот Как-то глючно все показывалось До этого 3-3 в матче УССР инкогнито О, привет, привет Друзья, подробности вам Вот между матчей я останусь Не буду никуда не уходить Буду с вами общаться Так, 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 друзья Я заметил, что у вас на первом ретрансляторе Что-то случилось Сейчас я проверю Что там происходит Ну, смотрите второй, друзья Не забывайте вкладка ТВ на Киберарена ТВ ТВ в верхней менюшке Там сразу по клику Вы попадете на два ретранслятора На первый и второй Но вот говорят, что какие-то проблемы с первым Сейчас узнаем Сейчас узнаем Сейчас посмотрим Ну, до этого момента Мне нужно посмотреть за игрой Минус на Тэшке Нет, минус Тэшке от Муннера Здесь тупик Муннер ложит всех Ой-ой-ой, как хорошо Ступика принимает Но вот ХЛТВ Мне непонятно Как-то Сегодня Не очень хорошо работает Но я надеюсь, что Все будет отлично Пропрыгнул У меня уже несколько раз ХЛТВ 4-3 Ну вот Говорят, что первый и второй Подлагивает Друзья Ну, смотрите Смотрите Ну, вот говорят Раньше не лагал Сегодня лагает Возможно какая-то проблема С интернетом Потому что действительно Канал настроен был отлично Сейчас я еще сам Попытаюсь проверить Посмотреть Как у нас тут успехи Ну Давайте смотреть Давайте смотреть лучше за игрой Не, второй нормально Ну, у кого нормально У кого лагает Так, только первый лагает Со вторым все нормально Ну, сейчас посмотрю Проверю его качество Еще, друзья Ну, посмотрим Так, давайте смотреть За раундом Инкогнито Ну, вот мы видели Что Крем сейчас Куда-то пошел В тэшку Получил там В дыму И просто отдался Это не очень хорошо Для начала этого матча Точнее, этого раунда Для команды Инкогнито Итак, пытаются выйти длину Смотрим сюда Хуч и Эвил Ему хилпуют с длины Хакер на роба Не принимает парыч И это у нас а-план Трейтор выходил в центр Посмотрите С ВП Дикие-дикие Игроки из Латвии Длина Хуч Отфлешивается Видит игрока Проходящего за ящик Жмет очень сильно У Трейтора Центр 59 У Евыка 59 Вот Эвил Подтянулся с флешкой Тут трое Минус Хуч Все, яму сбрили Яму сбрили Сбрили Мрямбу Трейтор с АВП Минус Майз Ого, какое насилие На длине И остается один Мунер Он летит Дает флеш Сам себе получает флеш в нос И идет принимать Нет, поспешил Явно поспешил Мунер В этом эпизоде Счет матча 4-4, друзья И Ну, честно Пока трудно что-то сказать По поводу этого матча Очень равная Борьба И Пока Пока Действительно Увидим В общем Увидим, что будет Во второй половине Так Вот я смотрю Сейчас Много людей Там смотрит Тут нормально Тут ненормально Но Так Таф Ну что насчет Реального бубена Для зрителей Ну Посмотрим Подлагивает Хорошо Я посмотрю После этой игры Сейчас проверю Может быть Сделал меньше Битрейт На первом Потому что Там действительно Нужно Хороший Иметь канал На Германию И Европу Чтобы смотреть В таком качестве Вроде бы До этого Работало все замечательно Выход на длину Эвил Минус Попадает СВП Кто-то с длины В прыгающего игрока Эвил Еще минус Это наверное Хучится СВП на длине Да, да, да Ну вот сейчас Немножечко Побольше фрагов Хотел сделать Митя И получил Получил От длины Получил от трейтера Но все равно СССР хорошо Разменялись на длине У них сейчас преимущество Плюс 2 игрока И Еще плюс 1 игрок 3 на 2 И смотрим КРМ Выходит парыч Выходит парыч КРМ Куда он у нас Летит Летит На Аплент Убивать хакера Там же где-то должен быть Хуч Минус Эвил Ой-ой-ой Хуча да Убили до этого Ну вот смотрим Мунер одного снял Трейтер 16 хп Остается Мунер 100 Трейтер летит С плантом на Б 20 секунд Успевает Ну Мунер Вот что-то захолдился Ну Вы понимаете Вот такие позиции Они немного рискованные Он как бы и не на А И не на Б Вот он стоит И не слышит Все Уже можно батамингу Наверное пытаться Ломиться на Б Хотя кто его знает Может быть да Злины выйдут Может попарычу На шифте прошел Но он просто не знает Где поставили бомбу Если человек прошел На попарычу На шифте Ну все 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 Услышал выстрел с авп Услышал трейтера Дает флеш и будет залетать Под эту флешечку Ой минус Хороший минус От Мунера Ну попал на самом деле Трейтер с авп Вот он тоже как бы Сыграл идеально Ну вот бывают такие моменты Когда вы попадаете с авп А не убивают соперника Это конечно Обидный эпизод Особенно в ситуации Один на один Когда такой важный раунд Мунер что без диффузов Успел Успел Еще и без диффузов Был Ожас Одиннадцать пять Его статистика Уже четырнадцать пять С бомбой И пять четыре Счет в этом матче Ну честно Пока что Пока что да Потихоньку Потихоньку Команда УССР Набирает Преимущество Но что будет дальше Мы сейчас с вами узнаем Так Тафа лагает 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 Сейчас Сейчас я сделаю Чтобы не лагало Для начала Давайте выйду из скайпа Потому что ждал Я там сообщение Для себя Вот сейчас посмотрим Аркады на бээко Инкогнито Здесь все понятно Их убивают Вроде бы Да Деглы не прокатили Шестой раунд Для УССР Ну пока они держатся Пока они держатся Сейчас друзья Я как раз сам проверю Что там происходит Просто со своего компа Даже запущу Почему уже Почему бы и не попробовать Ну обычно Сейчас друзья Я как раз сам проверю Что там происходит Просто со своего компа Даже запущу Почему уже Почему бы и не попробовать Ну обычно Сейчас друзья Я как раз Ну вот как то Как то в принципе Вы слышали Говорю Говорю Потом уже просто Циклироваться начало Ладно Не знаю, у меня отлично работает Смотрим за Хучом, у меня просто отличный канал на Европу Смотрим за Хучом, он с Фамасом, Майс Центри Двое на Парыче, двое на Б Ну вот, защищают Б-плант, ЮССР Смотрим за ребятами из Инкогнито Ну вот, куча, куча Сообщений начинает Мне приходить Ну, пока от ними не буду заниматься Друзья, заходите, кстати, на твиттер Тафа ЮА Я написал об этом в группе Steam Сегодня написал, по-моему, в своем ВКонтакте Там буду постоянно какие-то мелкие новости обновлять Всю информацию по трансляциям всегда же писать Вот, Вилат меня научил Если что-то будет меняться, я всегда буду писать Об этом в Твиттере Так, ну и, конечно же, на Киберарену ТВ Смотрите за новостями По матчам, потому что они бывают Переносятся и Некая неразбериха получается Так, минус от Гекканса Какой-то у него ник с цифрами подозрительный И что-то, что-то бы это означало Я не знаю, может быть, просто нервы Майс хорошо сейчас поджал Поджимают, поджимают инкогнито И, по-моему, они уже не выйдут из ямы И, по-моему, нет, Трейтор шевелится Все хорошо Так, давайте смотреть за игрой Давайте смотреть за игрой Что сейчас будет происходить в яме 5 секунд Здесь уже просто ребята пытаются засейвиться А вот злой Майс хочет забрать пушки Забрать пушки Там АВП, друзья, это вообще нереально Больше сейчас, вот реально, больше 10 тысяч Больше 12, наверное, где-то тысяч Было выбито Из этих двоих игроков Которые оставались Очень важный раунд Седьмой для команды ЮСССР Ну и мы видим, что Команда Хуча очень неплохо играет И вообще отлично Ну что делали инкогнито? Да, действительно Ну они в последние секунды Просто уже ушли в яму Но, наверное, стоило Я просто не смотрел ХП Наверное, стоило принимать по позициям Просто забиться в яме Это был не вариант Мунер джекпот Собирает Мидлия Минус 2, минус 3 В Тэшке По парочу пробегает последний Вообще разбираются ЮСССР с инкогнито Восьмой раунд И уже двойное преимущество Вот это да Ну, следующий матч Нас ожидает просто жесть Сумасшедшая битва ДТСы будут пытаться Обыграть TCM Gaming Я не знаю, насколько это реально Но Игра будет крайне, крайне крутая Так, поехали Вперед Вперед, наверное, идет Майс Да, пошел в Тэшку Мунер уже в Тэшке нижней Трое поджимают А здесь один Крем Ой-ой-ой Сейчас он получит Откидывает флэш И Начинает перестреливаться Сейчас я его там солью Давайте за ним посмотрим Я думаю, что пойдут загонять Сейчас поймут, что он здесь один Дали две ХЕшки Три ХЕшки Дымп Ну что это такое, ребят? Ну вот он дал инфу Три в Тэшке Все, длина полетела Они понимают, что на планете двое И они будут уходить с двойным преимуществом Но ведь все Еще и минус Дали все Знают, что здесь один Максимум в центре Из центра их будут перехватывать И все Надо уходить Сливать Эвила Минус Эвил Прошли Вот Майс Респа подтягивается Да, успел единственный Кто перетянутся с ворот Но Не получается Уходит вниз Прошивает Майс И, наверное, это будет сейв Потому что все пятеро инкогнито оживут КРМ вообще центр уже перехватывает И Тут даже у ИСР может не получится засейвить Если инкогнито будет понаглее Позлее Они сейчас пойдут и Побьют Побьют Команду ИССР И заберут у них оружие Ну так и нужно, наверное, делать в этой ситуации ИССР уходит на Б И будет на этой точке сейвиться Ну почему бы и нет Очень удобное место Если особенно втроем Сохранить оружие, наверное, лучше всего Именно на Б И давайте смотреть, как это будет Ну вот Поползли Поползли инкогнито Погнали вперед И Кто? Кто откуда пойдет? Трейтер уже на Респе Там аккуратно просматривает Нет, слишком мало времени Мы слышим бомбу Все, это борода Минус один Начинают заходить Смотрим Вот стэшки пошли Тут АВП перехватывает Бомба взрывается И Все живы Да, трое остаются живы у ИССР Вот там в тупике парню повезло Крайне Потому что Он стоял на прошиле Мунер 22.5 Вы посмотрите на этого Парня Из России Что он творит Вообще хороший парень Улыбается Адекват вообще Адекват Из адекватов В мире киберспорта таких немного Но вот Мунер в порядке 22.5 Его статистика сейчас Так Что-то у меня С мышкой случилось Подождите секунду О, все Заработало Ну, в принципе Наверное Можно сказать Что уже все Да, 9 Нет, 8 8.5 Извините 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 Не туда поставил счет 8.5 И в принципе 8 раундов в защите от ИССР То, что они будут Классно атаковать Мы сейчас увидим Это будет жесть Это будет разрыв мозга Друзья, еще параллельно Будет идти матч В 10 часов Вы можете посмотреть На ХЛТВ Особенно, я думаю Людям из России Будет интересно Посмотреть эту игру Ну, как интересно Посмотреть на Мим Наверное, будет интересно Мим играет против Фазматис Почему я не поставил на комментарий Этот матч Потому что Мне кажется Что Мим Ну, не хочу Обижать А команду Фазматис Но мне кажется Что Мим Будут просто рвать И метать В этом матче И особо там Девятый Без проблем Для USR Для Хуча и компании Так Ну, давайте смотреть дальше Друзья Ну, тут два есть Ретранслятора Друзья Заходите на Киберарена ТВ Проверяйте Проверяйте все Проверяйте второй стрим Там точно Никаких лагов не будет Я еще проверю Конечно Сегодня Что у нас с интернетом Сейчас делаю Спид тест Ну, нормально Да, вообще Есть второй ретранслятор И на нем Качество Гораздо Гораздо Ну, не гораздо Просто Поменьше Но оно тоже неплохое Поэтому пытайтесь Смотреть оттуда Минус от хакера На мидле С АВП Что инкогнито На последний раунд Калаши, калаши Галилот один В центр Пытается крем зайти Ой, сейчас Ой, зря сюда он пойдет Но, видимо, не зря Смотрите, дает минус А ВП промахнулась Вообще повезло Очень жестко Ушел, как не было От патронов И Эвил От пуль Также минус И Аркада вошла на Аплент Что у нас здесь? Эвил в дыму Принимает парыч Отфлешивает Эвил минус Куда? Хуч ему помогает И Мунер Хуч вообще полетел Сгонять Что-то у него там Поломался его кольт Он начал его там Или перезаряжать Или дергать В итоге он не попал Но десятый раунд взяли И это уже хорошо 10-5 Ну, тут уже, наверное, тапочки Так, мягко назовем Ту ситуацию В которую попали инкогнито Да, вот, конечно, жестко Я вообще не понял Как только что Эвил сделал минус Вот он У меня на экране Не было соперника Не знаю Может у меня Глюк какой-то Но я просто не видел В парыче игрокам Потому что через дым Стрелял, попал Как-то умер игрок Ну, ну, жесть Вот, кто-то пишет Лагов нет Спасибо Один адекватный человек Неадекватный, друзья Ну, вы понимаете Да, у кого не лагает Я очень переживаю Вот, когда вы мне пишете Что у кого-то лаги Потому что я хочу Чтобы наши трансляции И мои трансляции Всегда смотрели Без лагов В хорошем качестве Ну, сейчас попытаюсь После карты Что-то посмотреть Разобраться У меня будет минут 15 И, ну, возможно Что-то изменится Напишу еще Ребятам из Own3D У нас тут много Адекватных пишут Ну, посмотрим Давайте смотреть за игрой У нас сегодня Хорошая команда Играет в СССР И я жду Вот парней В гости на ASUS Я не знаю Как там в России По квалификациям Кстати, не знаю Что и в Украине Меня очень много людей Сегодня и вчера Спрашивали Друзья Как появятся подробности Я вам все расскажу Так вот Я жду того момента Как в СССР Квалифицируется на ASUS Я думаю Они будут Будут мимы И думаю Лекса увидеть Давненько Лекса не встречал Надеюсь, что он тоже В конце февраля Окажется в Киеве Ну, я думаю Там будет очень много Всяких интервьюшек Ну, увидим Ну, смотрим за USR Что они придумали в пистолетке Сейчас они ходят по мидлу Я вот не понимаю Один смотрит Тэшку Подсадили Просматривает Парыч Ух, какой прыжок С серклом Кто там такой задрот был Не видел Надо в демке посмотреть Четко долетел Четко вышел И погнали по Парычу Погнали Советские УСССР Вот они Можем назвать их просто СССР УССР Это, наверное, для буржиков Написано Чтоб знали А то они подумают Что такое СССР СССР Они Не додумаются, наверное Ну, это шутка Так, выход Инкогнито Через Парыч пытаются выбить Здесь замес Слоу-моушен В пользу инкогнито А замес сейчас прошло Ого Тут еще трое Ну, это же Нет, тут было Нереально Нужна была хотя бы Одна граната Или флешка Ну, просто вы выходите Делаете минус два в Парыче Делаете стрей вправо А там еще трое стоят Это была жесть Просто жесть Все, берут пистолетку УСССР И мне кажется, что Что нужно сделать инкогнито Вообще, чтобы выиграть Этот матч Я не знаю, чтобы им даже Посоветовать Им надо сейчас Очень плотно попадать К сожалению, вот В моем худи Вот, что я не доработал Так это вот Пинга не видно, к сожалению Вот Это очень важно В играх по интернету Смотреть, следить за пингом У кого больше, у кого меньше Потому что это не лан игра И Может быть все наоборот На лане Ну Правда, наверное, не в данном случае Эк-раунд У инкогнито В Тэшке есть Рямба Что он будет делать? Его сейчас, наверное, сольют Тут хакер тоже с УСПО Может быть не сольют Вот, пошла перестрелка Минус от хакера Все, разбирается Занимается Тэшка Минус от Майса Принимается Парыч Вот, последние, кстати, двое Тоже на Парыче И, пожалуйста, без вопросов Это жесть Так, Тав Как тебе МТВ фемейл? А кто там? Кто там? Кто там? Тав Че такое качество Стрима печали? Че он печально? Отличное качество У нас пауза в матче У нас пауза в матче У нас пауза в матче Ну, кстати Я после этого матча Могу вам сказать Что происходит Да, кстати Мне, по-моему, поменяли Что происходит у меня вообще на канале Сейчас я проверю Тащи Оно вообще не печально У меня качество сейчас стрима По-моему Оно не, по-моему, точно стоит HD. 1280 на 720. Это ты печален. Сделай лучше. Сделай лучше. В прямом эфире. Так даже, не знаю, Обама не сможет сделать. Как бы не старался. Так. У нас пауза. Ну, наверное, покажусь немного, но опять мои губы не будут совпадать с тем, что я говорю. Постоянно... А, ну все, уже продолжаем смотреть. Постоянно мне кто-то меняет ход бинды. Вот я не могу понять, кто это из комментаторов на камеры. Все, минусы от Майса и еще один минус. Да, это 2-0. Это 12-й раунд для команды под названием USSR. Тафа вот мне пишет, Оля, что-то хуч прыгал. Ну, хуч. Я не удивлен. Такими прыжки, конечно, только хуч может делать. Таф, что Ultima не стремит? Ну, я хотел посмотреть на USSR. Ultima там все по-прежнему. Состав такой и остался. А вот в СССР они играют вот с хучом и с новой командой. И как бы вот за командой хуча всегда приятно смотреть. Она всегда очень хорошо играет. Вот посмотрите. Тут уже вот... Я не знаю, прошло 2 недели, пацаны уже тут тренировали, затрачили, да? Это наш слэм, киберспортивный. Очень много фишек. Я смотрю, они играют вот по фишкам. Никто не ломится, никто не лезет. Как-то спокойно такая игра. Мне очень нравится. Посмотрим на больших чемпионатах, насколько эта игра будет эффективна. Но я думаю, что команда будет нормальной вообще. Команда будет хорошая. Ну что, длина пытаются пройти. Хогнито, кстати, в четвером, в пятером принимают длину. У них есть инфа. Минус хаешки. Получают хаешку. Но здесь эко, кстати. Посмотрите, что творится. Тут три успа, четыре принимает. Куда ушел трейдер? Помогай своим. Но нет, калаши. Есть калаши с успами. Тут ничего не сделаешь. Разрыв. Разрыв. Хотел сказать латвийских попок, но я думаю, это было бы очень некорректно. Нет, на самом деле мне очень нравится, как играют инкогнито. Но вот я не могу иногда понять, почему они могут один матч сыграть просто идеально. Вообще дать бой любому фавориту. А второй матч вот как сейчас. Просто не идет. Я не знаю, может действительно пинг. Не идет игра, команда вот как-то по-другому играет. Да. Но все-таки хотел сказать и сказал. Нет. Мне действительно, мне очень приятно инкогнито. Я всегда их матч пытаюсь стримить, но то, что сейчас происходило в этом матче как-то не попадает под какое описание. Ну вот вроде и стали. Да, вот вроде стоят от длины. Трейтер с ВП принимает пары. Б принимают двое на точке. Ну, Кремонт смотрит центр, но в любом случае халпует игроку на Б. ЮСССР. Двое в тэшке. Ждут поджимов. С нижней смотрит выход пары. Смотрит поджим центра. И трое длина сейчас выходит. Смотрим за длиной. Тут за углом слева от хакера есть игрок за этим ящиком. Включу ВХ. Вот вы видите. Слева за ящиком игрок и слева на длине. Так, надо выключать. Все, убивают спину одного. Двоих спину. Вот это... Ну, вот и ЮСССР что-то начинают отмачивать, но есть хуч, который может что-то поджечь. Извините, отжечь. Я уже сегодня писал это в новости. Флэш получает, но делает минус. ЕВК зря полез. 3 в 3. Исправляется немного ситуация. Так, Рейзер Орк отличные уши. Так, между делом. Вставил в трансляцию. Спрашивали, ответил. Тафа чити. Конечно, еще тот бы. Я разрываю читами на ХЛТВ просто всех. Давайте сразимся на ХЛТВ. Так, дальше поехали. Выход на бетом. Один игрок. Смотрите, ну это... Это вот... Я на эко люблю прятаться за этим ящиком, но многие нюбасы забывают тут проверить. И вот он, минус 1. Все, вот тут тебе можно... Ух ты, минус 2. Если третьего убьет, это момент. Это момент. Инкогнито. МРМ Бен. Так, мне надо... Где мой маркер? Где мой маркер? Все, маркер есть. Сейчас запишу. Потому что у меня сейчас не открыто то, что мне нужно. Я пытался просто закрыть все, чтобы не лагало ничего. И чтобы все было четко. Я, кстати, после матча все проверю. Итак... Что? 13-6. Да, 13-6. И... Подождите, поменяю сейчас я счет. И сразу вернемся в игру. Здесь, посмотрите, этот парень, по-моему, парень решил всех разорвать сегодня. Под ником... МРМ ММБ. Занимается Тэшкой. Контролируется полностью... Карта. Итак. Выход парень. Майс! Майс! Смотрите, он просто выходит и двое ложатся. Ну, не в том плане, вы понимаете, да? Они мертвы. Поэтому и падают. Вот и сразу меняется ситуация. 3 на 3. Но с этой третьей у нас есть партизан. Партизан, который идет в спину. Сняли Майса с ХАЕшки. И вот... Ого. Эвил-1 остался. Его обшивают со всех сторон. Ну, тут, наверное, не выжить Эвилу. Да, все. Вот-вот та игра, которую я хотел увидеть от команды Инкогнито. Вот то, что нужно. Вот, не видите? Не зря, не зря я сказал, да? Про... Про то самое место. Друзья, ну, у меня, говорит, ВХ на Steam. Нет, этот ВХ не работает. На самом деле он работает только на ХЛТВ. Поэтому это специальная такая штука. Прога для... Ее давно создавали для тренеров и для тренировок команд. Чтобы они там смотрели расстрелы. Там иногда некоторые ситуации. И она работает только на ХЛТВ. Не, ну, я не знаю. Может быть, она еще работает, да, в стандартном КСе. Но в Steam я даже не пытаюсь запустить. Не хочу. Не хочу, чтобы меня прибанили. Ну что, смотрим за Мунером. Смотрите, какой дружище у нас идет. А что делает Инкогнито? Не стреляй, Мунер. Подожди, не стреляй. Тут второй под ним. Смотри под ним. Да, вот залезь ему на голову и расстреляй. Ой-ой-ой. Вот это да. Вот этого нереальный Мун. Ну как же ж так. Да, езжишь. О боже. О боже. Минус от КРМ. Таф это камбэк, пишут. Ну не знаю. Вот если такие моменты будут, то никакого камбэка не произойдет. Уже хуч тут с Кольтом. Ставит бомбу на длину. Сейчас уйдет. Если кто-то на длину, с ним Мунер сейчас пропрыгивает. Надо пропрыгивать через верх. Так убьют. Вот и пожалуйста. Что и требовалось доказать. Что и требовалось доказать. Что сделал Мунер. Как он сыграл. Великолепно. Вот не стал сразу стрелять. Вот я вчера комментировал. Кубок Зоны 51. Ну он часто проходит у нас. Постоянно проходит. В Киберспорт-арене был новый кубок. И что я вот заметил. Знаете. Новый кубок в этом году. Заметил то, что команды. Которые вот молодые игроки. Которые еще. Знаете. Такие не пострелены. Они вот в таких ситуациях. Когда вот. К ним кто-то выходит в спину. Они вот почему-то стреляют сразу. Никто не пытается там знаете. Сыграть грамотно. Пропустить одного. Второго. А я вот вчера видел как минимум 8 ситуаций. Когда вот игрок. К нему проходит первой спиной. И он начинает в него стрелять. А там еще был второй. Третий прошел спиной. Можно было брать раунд. И я таких ситуаций видел кучу. Поэтому советую всем. Не стреляйте сразу. Да. Есть моменты. Когда нужно стрелять сразу. Что делает УССР. Сейчас выход Мунера в центр. Запускают. Здесь его ждут. Слева. Есть минус. Ну там девайсов кстати не было. В парочи остаются. Все. Всех снова постреляли. Жесткие УССР. Небольшой размен. Трейтер в парочи. Его так же убивают. Да ладно. 15 раунд для команды УССР. Ну может быть сейчас. Парни из команды. Под названием Инкогнито. На последний раунд что-то придумают. Либо уже все. Либо деньги закончились. Кстати мне нужно. Поменять себе сенс. Мы вчера вот с Лавоботом поменялись мышками. Я ему отдал свой Иксай. Который. Плохо работает. Не то что он нормально работает. Отдал ему свой Иксай. Поменялся на. Иксай. Потому что у меня на моем Иксай были наклейки. Поменялся на Иксай Ламыча. Который не работает на тряпке. Поменялись с ковриками. Отдал ему черный толстый. Забрал пластиковый. Вроде все очень эффективно. Да. Ну вот вы видели. Что тут денег не было. ГГБ. Команда ЮССР. Вин. Уря. Уря. Что можно сказать. Привет. Поздравляем конечно. Россию. С этим достижением. Команда ЮССР. Всех фанатов оттуда. И в частности. Митю Хуча. Команда его играет хорошо. Ну вот Асус нам покажет. Насколько его команда. Вообще будет подготовлена. Ну и еще посмотрим. Минтл Челлендж. Конечно же здесь. Будет бороться Митя за выход в топ 6. И если это получится. Это будет конечно очень круто. Здесь состав. Жесткий. Слава Руси пишет СМОК. Ура. Ура. Так. Приезжай в Эстонию. У нас тут мега ивент. Будет в самом большом торговом центре страны. Дом команды Филианнии. Соня Латвия Литвия. Прикольно. Я бы. Если бы мне дали подробности этого ивента. Друзья. Пишите мне на почту. Я. Мы всегда хотя бы. Хотя бы новости напишем. Хотя бы я застримлю этот ивент. Хотя бы отсюда в студию. Даже если не приеду. Но. Пишите мне про такие турниры. Всегда приятно следить. Ну. А пока что друзья. Через 5 минут. Я думаю. Ну так скажу. Чтобы вы немножко привыкли. Сейчас пропадет стрим. Буквально на 3 минуты. И. На минуту. И сразу. Я возьму перерыв на 5 минут. И сразу к вам вернусь. Еще немного пообщаюсь. И проверю стримы. Партнер турнира. Компания Western Digital. Процессор Intel Core i5 с технологией TurboPost. Дум, дон, дум, дум, дум. Дум, дум, дум. Субтитры сделал DimaTorzokAwbist.